Здравствуйте, друзья! Меня зовут Роушан Вильмс. Сегодня хочу поделиться рецептами, которые я замораживала. Тем самым экономлю свое время и у меня всегда под рукой домашние заготовки еды и полуфабрикатов, которые нужно лишь разогреть или доготовить. Итак, надеваю фартук и приступаю. Первым делом приготовлю очень вкусный рыбный пирог. Теплое молоко смешиваю с дрожжами и сахаром. Оставляю минут на 15. Затем добавляю яйца, растопленное сливочное масло и перемешиваю. Вмешиваю муку и соль. Добавляю размороженный и отжатый шпинат и сыр. В конце вмешиваю рыбу, нарезанную крупными кусочками. Распределяю тесто по форме размером 20х30 см, застеленной пергаментной бумагой. И отправляю выпекаться в заранее разогретую духовку до 180 градусов, минут на 40. Пока пирог выпекается, приготовлю овощные бельгийские вафли. Яйца слегка размешиваю венчиком. Добавляю молоко, йогурт, специи и муку с разрыхлителем. Мешаю все, чтобы тесто было без комочков. Добавляю морковь, у меня замороженная, мелко нарезанный болгарский перец, зеленый лук и натертый на крупной терке цукини, который я предварительно отжимаю от лишней влаги. Смешиваю и выпекаю вафли. Вафельницу необходимо хорошо каждый раз смазывать маслом. Вафли выпекаю по несколько минут, чтобы они хорошо внутри пропеклись. Тем временем пирог приготовился и я перекладываю его из формы на решетку и даю хорошо полностью остыть. Теперь готовлю грибную начинку для блинов и рулетиков. Лук мелко нарезаю и обжариваю на растительном масле. Добавляю морковь, обжариваю пару минут, затем грибы некрупно нарезанные. Выпариваю в лаку, затем еще 2-3 минутки обжариваю. Добавляю чеснок, специи по вкусу и даю полностью остыть начинке. Теперь займусь рыбными котлетами. Рыбу я мелко нарезала и вмешиваю яйцо, соль, перец и муку. Столовой ложкой выкладываю фарш на разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваю с двух сторон. Пока жарится котлеты, продолжу заниматься вафлями. Раскладываю их на доске с пленкой и так замораживаю. Затем переложу их порционно по пакетам. Следующее блюдо буду замораживать в такой форме для гриля. Она у меня перфорированная, поэтому я застилаю не с фольгой. Пласт говяжьего отбитого мяса я брала уже готовые кусочки. Посыпаю перцем и солью. Заворачиваю в него остывшую грибную начинку. Укладываю форму на растение друг от друга, чтобы при заморозке они не склеились. Сверху посыпаю солью и перцем. Накрываю пленкой и замораживаю. Остывший рыбный пирог нарезаю на порционные кусочки и укладываю в зип-пакеты. Рыбные котлеты замораживаю сначала на доске, а затем переложу в зип-пакет. Теперь готовлю куриные сосиски с сыром. В термомиксе измельчаю куриное филе с яйцами. Добавляю сливки или же сметану. Соль, перец перемешиваю. Затем вмешиваю натертый сыр. На термостойкой пищевой пленке с пометкой для микроволновки на упаковке Выкладываю немного фарша и заворачиваю в сосиску. Хорошо уплотняю, чтобы не было воздуха. Концы завязываю. Укладываю в форму и отправляю в морозилку. Всего получилось 10 штук. Далее делаю заготовку куриного филе в маринаде карри. Кусочки филе укладываю в зип-пакет и добавляю оливковое масло, лимонный сок, соль, перец, острый перец, карри и чеснок. Закрываю пакет и перемешиваю. Пару часов держу в холодильнике, затем замораживаю. Для печеночных блинов и оладьи подготавливаю печень. Лучше перемалывать слегка подмороженную печень, чтобы перебить все прожилки. Затем пополам делю на 2 чашки. Измельчаю лук с морковью. И часть добавляю в чашу, где буду замешивать тесто на блины. Вмешиваю сначала яйца, затем молоко, растительное масло, соль, перец и муку. Пробиваю еще раз блендером, чтобы избавиться от комочков. Даю немного постоять тесту. В другую чашу добавляю оставшиеся овощи, яйцо, соль, перец, чеснок. Затем вмешиваю муку и разрыхлитель. Также добавляю зеленый лук. Одновременно выпекаю оладьи на плитке для блинов без масла, а сами блины на блиной сковороде смазаны слегка растительным маслом. Затем даю блинам и оладьям полностью остыть. Далее мариную кусочки говяжьего мяса для мяса по-тайски. В чашу с мясом добавляю сахар, сушеный имбирь, черный перец, острый перец, соевый соус, оливковое масло, чеснок и хорошо все перемешиваю. Распределяю мясо по двум пакетам, пару часов мариную в холодильнике, затем замораживаю. В два ряда с пленкой укладываю оладьи и так предварительно замораживаю. В блины заворачиваю грибную начинку, укладываю в форму, закрываю пленкой и замораживаю. Готовлю предпоследнее, десятое блюдо, это пастуший пирог. На небольшом количестве масла обжариваю говяжий фарш. Выкладываю его и в той же сковороде пассирую лук с морковью. Добавляю замороженную сручковую фасоль или горошек, немного пассирую и возвращаю в фарш. Добавляю немного воды, можно использовать красное вино или же бульон. Даю закипеть и еще немного тушу на среднем огне. Солю, перчу. В то же время отвариваю картофель. Затем пюрирую, добавляю сливочное масло, соль, перец и яйцо. В форме распределяю фарш, а сверху закрываю картофельным пюре. Сверху делаю рисунок вилкой. Посыпаю сыром и даю полностью остыть. Осталось сделать последнюю заготовку. С окорочков снимаю кожу и делю на три части. Укладываю в рукав для запекания, добавляю репчатый лук и готовлю маринад. Оливковое масло, соевый соус смешиваю с горчицей, острым перцем и сахаром. Добавляю к мясу и хорошо все смешиваю. Закрываю пакет, даю промариновать пару часов в холодильнике, затем замораживаю. Остывший пастуший пирог закрываю пленкой и замораживаю. Замороженные овощные вафли распределяю пользой пакетом. Так же как и рыбные котлеты. Такую заморозку очень удобно делать перед приемом гостей, или же когда нет времени на готовку и заготовку. А так же удобное для быстрого завтрака и перекуса. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А так же спасибо за лайк и подписку, это очень помогает развитию моего канала. Заглядывайте ко мне в инстаграм, там я делюсь эстетикой еды и активно в сториз. Желаю вам отличного настроения, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok